Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть очень красивую музыку из фильма «Шербурские зонтики». Данный урок идеально подойдет для начинающих и для тех, кто уже занимается некоторое время на фортепиано самостоятельно. Особенно этот урок будет полезен для тренировки четвертого и пятого пальца в правой руке, так как эти два пальца являются самыми слабыми. Мы сможем разработать эти два пальца и они станут у вас более сильнее и гибче. Сейчас я сыграю все произведение полностью, чтобы вы знали, что у вас получится в конце этого урока. А затем я разберу данное произведение медленно и подробно по кусочкам. Перед тем, как начать обучение, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. Сейчас будем учить первый кусочек данной композиции. Рассматриваем отдельно правую руку. Начинать мы будем с черной клавиши Ре диез второй октавы. Это черная клавиша возле ноты Ре. Дальше играем Ми и спускаемся вниз по белым клавишам подряд. Ре, до, си, ля. Сейчас покажу, какими пальцами мы будем играть эту мелодию. Начинаем мы как раз четвертого пальца с ноты Ре диез. Дальше играем пятым пальцем ноту Ми. Четвертым Ре, третьим До, вторым Си и первым Ля. То есть мы здесь используем все пять пальцев в правой руке. И начинаем мы с четвертого и пятого. И это позволяет нам хорошо поработать над этими пальцами, потому что мы играем четвертый, пятый, четвертый. И чтобы четко сыграть эту мелодию, вы должны активно поднимать каждый палец. И вы хорошо прорабатываете четвертый и пятый палец в правой руке. Также показываю ритм в правой руке. У нас здесь шесть нот, поэтому считаем до шести. Первые две играем быстро. Раз, два. Дальше две медленно. Три, четыре. Следующие две быстро. Пять, шесть. Чтобы вам было проще запомнить, играйте только третью и четвертую медленно. Остальные играются быстрее. То есть Ре, До мы должны сыграть медленно. Вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку для первого кусочка. Мы должны найти ноту Ля малой октавы. Она находится после второй черной клавиши из трех. Дальше мы добавляем ноту До и ноту Ми. Мы пропустили по одной белой клавиши между нужными нам нотами. Теперь нажимаем аккорд вместе. Все аккорды в левой руке можно играть такими пальцами. Четвертый внизу, второй посередине, первый наверху. Сейчас будем соединять правую и левую в первом кусочке. Сразу запоминаем принцип соединения, потому что он будет встречаться в последующих кусочках. Мы две ноты в правой играем отдельно. Раз, два. На третью мы нажимаем аккорд. Три. И доигрывает правая. Четыре, пять, шесть. Вот что у нас получилось в первом кусочке. Если вам нравятся мои видео уроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда подписывайтесь на мою закрытую страницу на Boosty. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. После оформления подписки на Boosty вам будет доступно 50 видео уроков, которых нет в открытом доступе на YouTube. Спасибо всем, кто подписался на мою страницу на Boosty. Благодарю каждого за помощь каналу. Теперь учим второй кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль диез, черная клавиша возле соль. Дальше ля. И идем вниз. Соль. Два раза фа. Играть будем такими пальцами. Мы все время начинаем с четвертого пальца. Берем на соль диез. Пятым играем ля. Четвертым снова соль. И третьим фа. Снова в этом кусочке мы прорабатываем четвертый и пятый палец. Сейчас я советую вам объединить первый и второй кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. Сейчас учим третий кусочек в правой руке. Начинаем мы с ноты до диез, черная клавиша возле до. Дальше играем ре. И подряд спускаемся вниз по белым клавишам. До. Си. Ля. Соль. Показываю пальцы к этому кусочку. Мы снова начинаем с четвертого пальца, с до диез. Пятый на ре. Четвертый на до. Дальше все пальцы подряд. Третий на си. Второй на ля. Первый на соль. Ритм у нас будет повторяться из первого кусочка. Мы играем две ноты быстро. Раз. Два. Следующие две медленно. Три. Четыре. И последние две быстро. Пять. Шесть. Так же самое мы играли в первом кусочке. То есть нам нужно сыграть медленно только три-четыре. Это до. Си. Вот что получилось в правой руке. Так же для удобства хочу сказать, что в третьем кусочке у нас принцип построения мелодии такой же, как в первом кусочке. Только мы все играем на одну клавишу ниже. В первом кусочке мы начинали от ре диез. А сейчас мы начали от до диез на одну клавишу ниже. Так вам проще будет выучить мелодию в третьем кусочке. Теперь учим левую руку для третьего кусочка. У нас левая тоже будет играть на одну клавишу ниже. Если в первом кусочке у нас был такой аккорд. Аккорд ля, до, ми. То сейчас для третьего кусочка мы все передвигаем на одну клавишу ниже. Ля идет на соль. До идет на си. Ми идет на ре. Получился аккорд соль, си, ре. Вот такой аккорд был в первом кусочке. Такой аккорд в третьем кусочке. Так вам будет легче выучить левую руку, просто передвигая на одну клавишу ниже. Теперь соединяем правую и левую в третьем кусочке. Принцип соединения вы уже знаете. Две ноты играет правая отдельно. Раз, два. На третью мы берем аккорд. На ноту до. Три. Доигрывает правая. Четыре. Пять. Шесть. Вот что у нас получилось в третьем кусочке. Теперь учим четвертый кусочек в правой руке. Начинаем с ноты фа диез. Соль. Фа. И два раза ми. Показываю пальцы к этому кусочку. Мы, как обычно, начинаем с четвертого пальца, с фа диез. Пятым пальцем играем соль. Четвертым фа. Третьим ми. Ритм в четвертом кусочке у нас будет повторяться из второго кусочка. Мы только две ноты играем быстро, остальные будут медленно. Раз, два. Дальше медленно. Три. Четыре. Пять. Вот что получилось в правой руке. И вы, наверное, заметили, что это такая же мелодия, как во втором кусочке, только на одну клавишу ниже. Во втором кусочке мы играли от соль диез. А сейчас мы то же самое сыграли от фа диез, все на одну клавишу ниже. Правую в четвертом кусочке выучим. Сейчас учим левую руку для четвертого кусочка. Как вы уже догадались, она будет играться на одну клавишу ниже, как во втором кусочке. Если во втором кусочке мы играли ре, фа, ля, то сейчас мы передвигаем вниз на одну клавишу. Это будет нота до. Фа двигаем на ми. Ля двигаем на соль. Получился аккорд от ноты до. До, ми, соль. Левую для четвертого кусочка выучили. Теперь соединяем правую и левую вместе. У нас принцип сохраняется. Две ноты играет правая всегда отдельно. Раз, два. На третью мы берем наш аккорд. Три. Это фа и аккорд от до. Доигрываем четыре, пять. Вот что получилось в четвертом кусочке. Сейчас я вам советую объединить третий и четвертый кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. Также показываю ритм. Мы должны сыграть четыре ноты быстро, а остановимся на пятой, на последней ноте. Раз, два, три, четыре, пять. Остановка. Вот что получилось в правой руке. Левая рука в пятом кусочке у нас повторяется из самого первого кусочка. Это аккорд ля. Добавляем до, ми. И этот аккорд мы будем соединять по такому же принципу, как в прошлых кусочках. Две ноты играет правая отдельно. Раз, два. На третью берем аккорд. Три. Отдельно правая. Четыре. Пять. Вот что получилось в пятом кусочке. Теперь учим шестой кусочек в правой руке. Начинаем с ноты си. Ми. Такая же нота ми на октаву ниже. И нота ля. Играть будем такими пальцами. Второй у нас на си. Пятый на ми. Первый на ми. И третьим пальцем нажимаем ноту ля. Также показываю ритм. Мы должны первые две ноты сыграть быстро. Остальные медленно. Раз, два. Теперь медленно. Три. Четыре. Вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку для шестого кусочка. Мы должны найти ноту ми малой октавы. Добавляем черную клавишу соль диез. И ноту си. Нажимаем аккорд вместе. После этого мы должны будем сыграть аккорд от ноты ля из первого кусочка. Мы его уже играли. Ля. До. Ми. Нажимаем вместе. То есть в этом кусочке у нас два аккорда. Первый от ноты ми. Второй от ноты ля. Сейчас соединяем правую и левую в шестом кусочке. Мы здесь будем брать первую ноту си в правой вместе с аккордом ми. Играет правая ми. Последнюю ноту ля берем с последним аккордом от ля. Вот что получилось в шестом кусочке. Также советую вам соединить пятый и шестой кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. Мы выучили очень красивую музыку из фильма «Шербурские зонтики». Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов.